Тем временем жители Волгограда и области продолжают перечислять средства в региональный фонд «За победу», средства которого будут направлены на поддержку военнослужащих и добровольцев специальной военной операции. Создание фонда поддержали представители сферы гостеприимства. Сегодня эта тема стала одной из главных на заседании Общественного совета при Комитете по развитию туризма Волгоградской области. В обсуждении приняли участие представители органов власти, туристического и гостиничного бизнеса, музеев, сферы культуры и архитектуры, а также предприниматели. Все для фронта, победы и безопасности жителей и гостей Волгоградской области. Региональная индустрия гостеприимства сегодня решает две важнейшие задачи. Первая – усиление охраны жизни и здоровья населения. Резонансные происшествия, в том числе трагедия в Ижевской школе, заставляют пересмотреть привычный формат работы и задаться вопросом, а готовы ли мы противостоять подобным угрозам. Тем более, в этом году количество заселений в Волгоградские отели выросло почти вдвое. Для бизнеса это не только плюс, но и серьезный экзамен, решением которого станет в том числе усиление охраны постояльцев, признаются эксперты. В ближайшее время каждый объект размещения пройдет переучет паспорта безопасности. В каждой гостинице у нас установлен дополнительный пост, который проверяет обученные с лицензиями охранниками, плюс установлены видеокамеры, которые фиксируют всяческое движение. И при возникновении какой-либо опасности или угрозы жизни и здоровья наших проживающих, мы тут же сообщаем в правоохранительные органы. Обсудили и поддержку военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. По инициативе ветеранского сообщества Волгоградской области продолжает работать специальный фонд «За победу». Информация о том, как жители региона могут перечислить деньги на его счет, активно распространяется в волгоградских отелях. Информация размещена во всех доступных источниках в самом разном варианте и в виде QR-кодов, и в виде расчетных счетов. Однозначно определены цели, задачи, направления, векторы, как бы приоритеты работы фонда. Поэтому считаю, что участие в этом процессе – это исполнение гражданского долга. Это очень важный и своевременный сегодня такой шаг для каждого из нас. Работа фонда должна быть прозрачной. Волгоградцы должны знать, кому и на какие цели направят собранные средства, считают общественники. Использование поступающих на счет средств контролирует наблюдательный совет, куда входят общественники, ветераны и депутаты.